Итак, сейчас я предоставлю слово, значит, очень тоже важная тема в нашей системе, это уход за ранами, о которой сейчас расскажет Вячеслав Геннадьевич Никитин, кандидат медицинских наук, руководитель научно-методического центра раны и раневой инфекции. Пожалуйста, Вячеслав Геннадьевич, вам слово. Уважаемые коллеги, большое спасибо Ольге Николаевне за предоставленное слово, огромное спасибо организаторам за возможность выступить и сказать несколько слов об уходе за хроническими ранами. Конечно, тема достаточно большая и необъятная, рассказать обо всем, конечно, за отведенное время невозможно, поэтому я бы хотел уточнить название выступления, это возможность использования немедикаментозных и вяческих средств у пациентов с хроническими ранами. Кое-что об этом уже сказала Ольга Николаевна, не все традиционные средства могут быть полезны не только для кожи, но и в том числе для раны. Поэтому вот для начала я хотел бы сказать, что перспективы успешного лечения ран сегодня, конечно, в первую очередь связываются с эффективностью местного лечения и повязочный метод остается самым распространенным. Несмотря на то, что появились действенные методы альтернативного воздействия, бесповязочный метод существует, методы физического воздействия на рану многочисленные, тем не менее повязка является самым доступным средством местного воздействия на рану и, конечно, о качестве этой повязки необходимо думать. То, что у нас есть в базовой комплектации по умолчанию, это марля. Я этот слайд показываю постоянно и, так скажем, он является фоновым для того, чтобы рассказать обо всем остальном. Мы должны помнить о том, что марля не работает круглые сутки, она работает, как правило, ограниченное время при умеенной и выраженной эксудации. Она не отличается ретенцией, то есть она не удерживает и тем более не нейтрализует вредоносное содержимое эксудата в своей структуре, она прилипает к раневой поверхности и может задерживать заживление в связи и непосредственно вследствие того, что травмирует ткани при удалении. Конечно, мы можем потенцировать свойства марля, можем применять различные средства, но дальше я несколько слов об этом расскажу. Поэтому требования к раневым повязкам растут и одно из первых мест сейчас занимает отравматичность и возможность поддержания сбалансированной влажной среды и предотвращения вторичного инфицирования. Конечно, экономика не является последним звеном в этой системе, но в порядке перечисления она здесь тоже указана. Конечно, мы должны выбирать то, что посильно для конкретного больного, для стационара или для какой-то ликвидной структуры. Современные возможности местного лечения ран, конечно, связывают со средствами, которые можно непосредственно внести в рану. Но еще раз подчеркиваю, многие из этих средств отношения к ним пересмотрены. К большинству антисептиков, к подавляющему большинству антибиотиков. Препараты на основе серебра, как ни странно, мы их активно и широко применяли. В настоящее время тоже отношения достаточно сдержанные, во всяком случае, у европейских экспертов. Пересушивание раны плохо и избыточное увлажнение раны – это тоже не очень хорошо. Поэтому в последних глобальных консенсусах по лечению ран указано, что мы должны помнить об этих моментах и обеспечивать оптимальный гидробаланс, исключать риск цитотоксичности. То есть по возможности использовать наименее цитотоксичные антисептики, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Все, что было создано 20-30 лет тому назад, конечно, это уже зал славы антисептической терапии, но никак не требование сегодняшнего дня. И те раны, которые непосредственно нуждаются в антисептической обработке, их при широких исследованиях оказалось не так много, всего около 20%. В 80% случаев антисептическая обработка может значительно задерживать заживление вследствие цитотоксичности. Кроме того, мы должны использовать антисептики только широкого и широчайшего спектра действий с минимальной цитотоксичностью. Их, еще раз подчеркиваю, меньше, чем пальцев на одной руке. Поэтому, пожалуйста, информации об этом много, посмотрите, пожалуйста, в интернете. Старайтесь не использовать самые грубые антисептики, в каком случае окислители, такие как перекись водорода. Если в ране нет детлита, влажного детлита, требующего немедленного удаления, конечно, лучше использовать обычный физиологический раствор или раствор рингера. Гидробаланс можно поддерживать с помощью современных перевязанных средств. Об этом пойдет ли лечь дальше. Снижение цитотоксичности тоже связывает с снижением медикаментозной нагрузки, источником которых может являться в том числе и повязка. По поводу дезинфекции было сказано, лучше отдавать предпочтение тем средствам, которые способствуют или стимулируют аутолитическое очищение раны без грубого воздействия. Это касается ран хронических. Острая рана стерпит ферментную нагрузку, стерпит повышение ферментативной активности временной для удаления раневого детрита. В хронической ране это все сложно и может привести к усугублению раневого процесса. Еще один перечень требований, формированный Европейской ассоциацией по лечению ран в 2016 году. Этот список не сильно изменился и сегодня. Это то, чем должна обладать современная повязка для того, чтобы лечить хронические в первую очередь раны. Влажная среда, аутолитический гибридмин, контроль эксудата, низкая цитотоксичность, уменьшение боли. Если одна повязка этого не может сделать, то мы можем комбинировать два или более перевязочных средств для того, чтобы создать подобную ситуацию. И об этом уже говорила Ольга Николаевна. Вот помните, да, применение альгинатов при стома, если есть какая-то частичная несостоятельность, открывается раневая поверхность, покрывается фибрином. То есть все это можно делать наше день. Самое простое и бюджетное, что мы можем предложить, это сочетание травматических мазевых, крупноячеистых повязок в основном, с вторичными впитывающими повязками с высокой ретенцией. Это первый момент, это первая часть, о чем можно рассказать. Ну и по поводу мазевых повязок, конечно, лучше, если она не будет содержать цитотоксических компонентов, но тем не менее будет содержать все необходимое для того, чтобы удаляться травматично, способствовать ленированию раны и многому тому, что мы должны обеспечить, начиная с самого начала лечения. Итак, травматические мазевые повязки с перуанским бальзамом. В этой, собственно, нише всего одна повязка, вы ее хорошо знаете, это бронолинт-Н. Вот я еще раз хотел подчеркнуть о том, что эта повязка крупной части из натурального хлопка обладает уже сбалансированной, отработанной многими годами в практическом опыте мазевую основу. Основным составом является гидрофобный белый вазелин, но и есть перуанский бальзам, который стимулирует заживление и сам по себе обладает антихептическим действием. Можно долго рассказывать о том, как эта повязка и от чего она состоит, какая мазевая основа. Я лишь хочу сказать, что многое было сделано для того, чтобы максимально выжать из этой повязки максимальную клиническую эффективность и безопасность. Она способствует заживлению, она удобна в использовании, ее можно резать, вырезать под размер той же самой стомы, например. То есть можно и так сделать, если в этом есть необходимость. Можно ее сложить в несколько слоев и положить в одну из камер раны и так далее. Можно сочетать с методами дополнительного воздействия. Дальше будет такой доклад по поводу вакуумной терапии. Безопасность использования диктуется и самим устройством повязки, и достаточно нейтральной мазевой основой. Показания к применению достаточно многочисленные. И острые раны, и хронические, и глубокие, и негубокие. Все это уже годами отработано, вашему вниманию. Из хронических ран – это венозные трофические язвы, в том числе и на этапе эпитализации. Это диабетические раны стопы, это пролежние. Это раны с высоким риском образования рубцовых контрактур, как бывает при обширных ожогах и глубоких ранах. Были отечественные исследования на этот счет, и одним из выводов является то, что повязка приводит к уменьшению средней площади раневых дефектов в процессе лечения на 29% в течение в среднем трех месяцев наблюдения. Сказать много это или мало нельзя, но подробности можно узнать из исследования Анны Васильевны, которое было опубликовано в 2020 году в журнале «Хирург» в третьем и четвертом номерах. Повязка также приводила к изменению состава раневой микрофлоры на менее вирулентную и отлично показала себя в сочетании с физическими методами воздействия на ранах, такими как зонотерапия, потоки НО, оксида азота. То есть все то, что применяла автор и исследователь у себя в амбулаторной клинике в лечебно-леволюционном центре РАМ на Иваньковском шоссе. Барьеры раневого заживления. Несколько слов. Я бы хотел дальше повести повествование в контексте борьбы или контроля избыточной раневой эксудации. Я думаю, что это проблема беспокоя всех, кто занимается хроническими ранами, и поговорить о высокой концентрации в раневом эксудате биологически активных веществ, препятствующих заживлению. Современные повязки могут не только впитывать и удерживать влагу и жидкость. Мы обычно эксудат рассматриваем в контексте, что это просто какая-то вода биологическая. На самом деле там содержится огромное количество компонентов, так называемых паттернов заживления или сдерживающих заживление молекулярных веществ, биомолекул, которые тоже нуждаются в нейтрализации. Если просто их оставить на ране, то они будут поддерживать процесс хронического воспаления. Поэтому современная повязка должна не просто впитывать, а впитывать достаточно много, удерживать в своей структуре и инактивировать все содержимое, вредоносное содержимое раневого эксудата. И вот такая повязка, которую вы тоже знаете, она претерпела свои изменения. Все вы помните повязку, наверное, от Cetuvit-E. Это ее усовершенствованная, так скажем, следующая версия, называется Cetuvit+. И в нее добавлен суперабсорбирующий полимер с особыми свойствами, способный присоединять большое количество жидкости и на 98% ее удерживать. Все это приводит к дальнейшим эффектам относительно раны и окружающей рану кожи. Ну вот так это выглядит. Я думаю, что объяснять много не надо. Целлюлоза распределяет жидкость внутри повязки, оболочки препятствуют проникновению бактерий извне и прорыву содержимого повязки в рану. А внутри, значит, происходит вот эта инактивация вареномоторных компонентов. По поводу исследований. Пожалуй, самым крупным исследованием является исследование 2018 года. Это открытое, несравнительное, многоцентровое исследование, которое было проведено британскими учеными. И посвящено, оно было как раз конкретно исследованию свойств данной повязки. Были анкетированы и сами пациенты, и врачи. Вот основные выводы из этого исследования перед вами. Оно доступно в журнале Journal of Lung Care в феврале 2018 года. Пожалуйста, уходовый журнал. Там, значит, все результаты этого исследования. Но вот в частности, опосредованная повязка приводит к уменьшению некротической ткани эфибрина, снижает количество отторгающегося раневого детрита и увеличивает количество грануляций. Отдельная проблема – это боль. Боль как во время перевязки, так и между перевязками уменьшилась примерно на 30% пациентов. И серьезный прирост, точнее, снижение площади раны было достигнуто примерно на 1,5% в сутки. Срок наблюдения составлял всего 6 недель. За это время на 47% отмечалось уменьшение площади раны. Конечно, это не одна повязка работает. Она работала в различных сочетаниях. Пациенты были выбраны разные, в том числе и пролежние. Венозные язвы составляли более половины этих пациентов. Поэтому, конечно, этому исследованию можно доверять. И самое главное – это качество жизни пациентов. Оно существенным образом улучшается. И вот это то, что можно применять в сочетании с травматическими мазевыми повязками. Выводы, конечно, в пользу того, что я уже сказал, подтверждают. Я приглашаю вас найти эту статью и ознакомиться с ней. Ну и, конечно, то, о чем я говорил раньше в предыдущих выступлениях – это немедикаментозные раневые повязки на основе гидроактивной повязки, гидротерапии ран. Но их роль уже в настоящее время отражена в глобальных регуляторных документах. Это настоящий позиционный документ, который был принят на 6-м конгрессе Всемирного Союза общества по лечению ран в Абу-Даби в марте 2022 года со всеми предосторожностями, потому что уже началась пандемия в мире. Почему обратились к этой теме снова? Сначала она как-то неуверенно поднимала голову над водой, но сейчас момент уже назрел, потому что необходимо уже действенно бороться с реалистичностью раневой микрофлоры. В домашних условиях, в облаторных условиях крайне сложно получить своевременный ответ о том, что, собственно говоря, с чем мы имеем дело. Не говоря уже об антисептиках и антибиотикограммах. Это занимает время. А лечить надо сразу сейчас. Нужно снижать микробную обсемененность, нужно инактивировать раневой эксудат. Ну и последние достижения в химии, в физике перевязочных средств привели как раз к рождению новых классов повязок. Поэтому современная повязка, работающая на физическом принципе, в частности гидроактивная раневая повязка, она может осуществлять аутолитический дебридмент раны, абсорбцию раневого отделяемого, секвестрировать его в своей структуре и мобилизировать, и в конечном счете инактивировать, не допускать повторного выхода в рану. Конечно, для хронической раны это вот, можно сказать, что повязка близка в настоящее время к идеальной. Поэтому вот это все было описано в данном документе, он и есть в свободном доступе, и вот одна из таких повязок, которые там указаны, которому уделено существенное внимание, это гидроактивная раневая повязка, которую вы можете знать под своим названием. Это повязка Гидроклин Плют. Кто-то ей, возможно, уже пользовался, кто-то пользуется постоянно и сейчас. И, конечно, она не на все фазы раневого процесса воздействует. Ее действия в начальных фазах можно продолжить воздействием другой повязки, которая может продолжить эффективно завершить лечение вплоть до полной эпитализации. Две технологические платформы, напомню, это платформа суперабсорбирующих полимеров и платформа AquaClear Technology недонацищенных полиуретанов. Вот она, первая повязка Гидроклин Плют. Сердцевиной является САП, суперабсорбирующий полимер, который в условиях производства активируется раствором рингера. Поэтому основным принципом работы этой повязки является промывание и абсорбция. Повязка не разрезается, здесь вот она указана в разрезе схематично только в плане демонстрации. На самом деле она подбирается по форме и размеру. Есть все необходимые исследования, в частности, одно из базовых мультфильмов, темилетней давности уже, но оно актуально и в наши дни, которое показало высокую эффективность этой повязки по сравнению с аморфным гидрогелем, так как приводит уже в 14 дню к существенному опережению в сроках очищения раны и стимулирует образование грануляции во второй фазе раневого процесса, когда мы как раз видим вот этот момент, когда вытесняются фибрины, некрозы, раны заполняются свежими грануляциями. Ну, так может выглядеть рана. Это обычная венозная трофическая язва. Повязка применяла в сочетании с компрессионными изделиями, с эластичной компрессией. Вот за две недели происходит сочетание процессов очищения и формирования новой грануляционной ткани. Непоследовательно, как мы видим при традиционном лечении, сначала очищаем рану, потом долго ждем грануляции. Здесь эти процессы, они непосредственно сопряжены благодаря постоянному воздействию физиологического раствора на рану и аутолитическому очищению этой раны. Это следующая повязка, которая также может быть полезна и завершить лечение вплоть до полной катализации, во многих случаях без свободной кожаной пластики. Недонасыщенные полиуретаны, вот здесь как раз показана их структура, она очень рыхлая такая, при соприкосновении с агрессивной средой раны начинают разрушаться вот эти вот химические связи, высвобождается жидкость, рана увлажняется. Вот примерно 45% воды содержит полиуретан. И одномоментно происходит что? Происходит донасыщение раствора полиуретана, то есть химическая его структура стремится к тому, чтобы донасытиться. И вот происходит обмен. Если рана сухая, то влага, наоборот, начинает вбираться полиуретаном, инактивироваться. И таким образом происходит увеличение концентрации белковых молекул вблизи вот этой вот полиуретановой решетки. Получается интересная вещь. Если рана сухая, она увлажняется, и вместе с тем происходит концентрация так называемых факторов роста, которые имеют белковую структуру как раз вблизи этой решетки. Если влаги в ране много, то избыточная влага просто вертикально поднимается, вбирается полиуретановой губкой и избыток жидкости испаряется с ее поверхности. То есть вот такой очень хороший баланс влаги, а концентрация молекул, она увеличивается в три раза, поэтому вот эта роста факторная недостаточность, таким образом, которая имеет место во многих хронических ранах, она тем самым устраняет. Поэтому вот немедикаментозные повязки, их нельзя сбрасывать со счетов, за ними возможно будущее, и все идет к тому, чтобы они... применительно хроническим ранам заняли свое достойное место. Конечно, это, так скажем, не идет вразрез с теми достижениями, которые сейчас имеются, и дальше вам будут показаны другие способы воздействия на рану. Но, тем не менее, помните о том, что для хронических ран очень важно выставлять свои приоритеты. Если иные методы недоступны, вот повязку можно максимально усовершенствовать и предложить такую, которая отвечает всем настоящим запросам хронической раны. Это в два с половиной раза более быстрое очищение, рана в четыре раза больше грануляционной ткани и почти на четверть срок ускоряется эпитализация раны. Все это в настоящее время возможно, достижимо и достаточно посильно не только для пациентов, но и для многих ЛПУ. Ну и в заключение я хотел бы подемонстрировать вам интересный клинический случай, предоставленный моим коллегам, коллегой кандидата медицинских наук, доктором Гармаевым Александром Шальжевичем, который больше 10 лет посвятил как раз о работе с такими современными повязками. Вот один из таких случаев он любезно предоставил. Вы можете задать ему вопросы, здесь есть контактные данные специалиста. Вот в частности, в достаточно распространенном случае пациентка в почтенном возрасте, 93 года, пролежнее, и вот один из самых крупных пролежней, у нее как раз вот такой пролежень в пяточной области в первой фазе раневого процесса, требующий очищения, лучше аутолитического очищения, уменьшения в размерах. И вот, в частности, для этого была выбрана повязка, гидроактивная раневая повязка, гидроклин плюс. И в динамике уже через месяц мы видим очищение раны с одновременным формированием полноценной грануляции, уменьшением размеров раны, глубины раны. Вот маркером воздействия влажной среды, вы видите, что вокруг раны имеется такой пояс гипергидротации, это обратимое состояние в данном случае. Это было бы гораздо хуже, если бы действовала другая повязка, потому что весь агрессивный раневый эксудат тогда бы вызвал мацерацию, а не просто вот такое набухание эпидермиса, благодаря тому, что в эксудате содержится большое количество агрессивных компонентов, в частности матриксных металлопротеаз, которые нуждаются в нейтрализации. Вот эта повязка как раз она это и делает, создавая оптимальную раневую среду. Уже на 45-е сотки вы видите, что дефект исчез, понятно, что была и разгрузка, были другие противопролежные мероприятия, было и питание, были соответствующие упражнения, то все это идет в комплексе. И вот тем не менее за полтора месяца вот такой качественный результат. Поэтому, коллеги, пожалуйста, призываю вас к тому, чтобы осмысленно подходили к процессу лечения ран, особенно у пожилых пациентов, пациентов 60, 70, более 80, 90 плюс, таких пациентов стало достаточно много, и слава богу, их будет еще больше, я так надеюсь. Поэтому вот к вашему вниманию немедикаментозные раневые повязки, либо простые, это мазевые повязки бронолинт-Н, впитывающие повязки цитовид-плюс, или гидроактивные раневые повязки гидроклин-плюс, и здесь видите тоже повязка гидротак. Все вместе они могут вам существенно помочь в решении самых трудных вопросов местного лечения ран. На этом я закончил. Огромное вам спасибо за внимание. Вот если есть какие-то вопросы, прошу вас обращаться. Субтитры сделал DimaTorzok